Александр Мерешко, с нами на связи, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Александр, здравствуйте, рада вам в эфире Freedom. Здравствуйте, большое спасибо за приглашение. Всегда вам тут рады. Я напомню, что заявление президента Украины стало, наверное, такой себе реакцией, в том числе и на заявление британской газеты Financial Times, якобы вот как раз этой торговли суверенитетом, либо же территориями. В который раз президент Украины еще раз сказал о том, что никакой торговли, собственно, нет. Но, что важно, Александр, в контексте вот разговоров вашего сотрудничества с украинскими партнерами на Западе, тема возможного отказа, временного политического отказа от территории, она всплывает, скажем так, если хотя бы вот частично она? Дело в том, что если мы говорим, к примеру, о парламентском измерении дипломатии, то такая тема не поднимается и вообще не обсуждается. Те примеры, которые вы приводили, это речь идет скорее о таком экспертном обсуждении или на уровне журналистских материалов. Но на уровне серьезной политики я не встречал вот такого рода заявлений. Как раз наоборот, все прекрасно понимают, что речь идет не только о судьбе Украины как государства, которое является жертвой внешней агрессии. Речь идет о международном праве в целом, о судьбе мира. Потому что обеспечить мир и безопасность во всем мире, в том числе в Европе, невозможно без соблюдения международного права, его принципов и в частности Устава Организации Объединенных Наций. Поэтому никаких компромиссов по поводу соблюдения основополагающих принципов международного права, в том числе такого принципа, как принцип территориальной целостности, принцип суверенного равенства государств, принцип неприменения силы в международных отношениях, по поводу этих принципов просто не может быть каких-то компромиссов. И человечество, я надеюсь, усвоило урок 1938 года Мюнхенского сговора. Согласно этому уроку, умиротворение агрессора не ведет к прекращению или к тому, чтобы не было войны. Наоборот, это провоцирует агрессора на еще более агрессивное поведение. Как раз в контексте вот этого заявления Financial Times ссылались, напомню, журналисты на свои собственные источники, естественно, их не называя эти самые источники, модель ГДР-ФРГ тогда якобы предлагалась кому-то или обсуждалась среди украинских союзников. Какая основная проблема вот этой именно этой самой модели ГДР-ФРГ, где одна часть, напомню, находилась под контролем Германии в целом, под контролем условно Запада, другая же часть была полностью под советской оккупацией. Вот в чем здесь проблематика в конкретно случае Украины? Ну, дело в том, что такого рода аналогии, по-моему, они являются ложными. Ну, вот предлагалась, например, другая тоже аналогия, другая модель, связанная с Кореей. Сейчас вот предлагается модель Западной Германии. Но дело в том, что это уникальные случаи в истории, и речь идет даже не об исторических аналогиях, а о необходимости поддерживать международное право, соблюдать международное право и восстановить международный порядок. Мне кажется, что модель ГДР-ФРГ, она не является вполне корректной, даже вот с историко-политической точки зрения. Почему? Потому что ГДР была членом ООН, сохраняла свою государственность, то есть она не была аннексирована Советским Союзом, ну, по крайней мере, формально. Понятно, что, по сути, ГДР находилась под влиянием, под оккупацией, можно сказать, даже Советского Союза. Но формально этого не было. И жители ГДР, будучи немцами, они не подвергались такому, скажем так, масштабному геноциду и превращению, например, в российское население. То есть, а то, что мы наблюдаем сейчас на оккупированных территориях, как раз свидетельствует о том, что Россия осуществляет политику геноцида и пытается уничтожить какие-либо следы украинской культуры идентичности и пытается представить население, живущее на оккупированных территориях, в качестве российского населения. Вот в этом опасность, серьезная опасность, в этом преступность, также российской политики на оккупированных территориях. И в этом отличие от ситуации ФРГ, ГДР. Тут также важно в контексте вот этой системы, о которой писали журналисты, Financial Times, наверное, один из главных терминов, это замораживание в целом. В чем опасность замораживания войны, начатой Российской Федерацией против Украины? Опасность не только для Украины, уточню, но в целом для Запада, политики которого часто говорят о том, что если мы войну заморозим, тогда Третья мировая война будет просто заявлениями, скажем так, а не реальностью. Заморозка не решает основную проблему, проблему деоккупации и прекращения российской агрессии. По сути говоря, некая заморозка произошла под видом Минских соглашений. Мы видели, к чему это привело, это не решило проблему. Наоборот, это создало предпосылки к новому акту российской агрессии против Украины. То есть заморозка может быть выгодна Путину с одной лишь целью. Он не откажется никогда от своей основополагающей цели уничтожения украинской государственности. И, по сути говоря, порабощение народа Украины. Это его основополагающая цель. А временное прекращение войны, временная заморозка, она служит как раз реализации этой цели. То есть Путин может это использовать для накопления сил, для проведения модернизации своей армии. И для того, чтобы, накопив эти силы, через какое-то время продолжить агрессию. И уже, так сказать, обладая большим объемом ресурсов и возможностей. На такую аргументацию, я так понимаю, именно вот эти слова также звучат во время встреч в высоких кабинетах, скажем так, зачастую за закрытыми дверьми. Как они, становятся ли они реальными аргументами для украинских союзников, которые, опять-таки, сейчас ссылаюсь на журналистов. Иногда это Financial Times, The Economist, иногда Washington Post и New York Times, которые иногда бьют штангу. Которые говорят о том, что в случае, если официальный Киев не будет слушать аргументацию Запада, который якобы хочет заморозки. То наибольшие доноры военной и финансовой помощи Украины постепенно будут эту помощь уменьшать. Таким образом, якобы подталкивая президента Украины, высшее военное политическое руководство к этим самым переговорам. Слово, которое уже набило оскомину. Дело в том, что уменьшать военную помощь, которая необходима для выживания народа, для выживания государства, для защиты мирного гражданского населения, по сути, это означает подыгрывать агрессору. В этом опасность. То есть, когда наши партнеры имеют возможности для того, чтобы и поддерживать на том самом уровне, на котором оказывается сейчас военно-техническая помощь, и даже наращивать ее. И если некоторые западные политики призывают к тому, чтобы ограничить или уменьшить эту помощь, имея такую возможность на самом деле, то это, по сути, продлевает войну. Это на руку Путину, на руку агрессору. Поэтому с этим необходимо самым решительным образом бороться и представлять аргументы, говорить о том, какая ситуация существует реально, о том, что спасти мирное гражданское население, спасти людей может только продолжение и наращивание военно-технической поддержки Украины. Эти месседжи слышат ли в Дели и в Пекине? Вот то, о чем говорит Украина с западными партнерами, и западные партнеры отвечают позитивно на вот такие сигналы. Что в Китайской Народной Республике и Индии? В странах, которые часто называют союзниками России? Ну, я рассматриваю эти два государства отдельно, потому что, например, Индия, она представляет себя, позиционирует себя как самую большую демократию в мире. И Индия пытается поддерживать нормальные деловые отношения с демократическими государствами, в первую очередь с Соединенными Штатами. В то же время Индия, по-моему, иногда ставит, скажем так, свои экономические интересы выше принципов, таких как верховенство международного права, например, в международных отношениях и поддержка жертвы агрессии, борьба, решительная борьба с агрессиями. Вот здесь Индия руководствуется экономическими интересами, а не столько ценностями и принципами. Китай — это отдельная история, потому что Китай официально является стратегическим партнером без ограничений России. И, как это было заявлено в декларации, в финальном документе НАТО, на последнем саммите НАТО в Вашингтоне, Китай является решающим фактором российской войны против Украины. То есть Китай оказывает значительную экономическую помощь, в том числе помощь, направленную на поддержание военно-промышленного комплекса России. То есть, по сути говоря, Китай благодаря этой помощи питает российскую военную машину и делает Россию агрессора сильнее. И, к сожалению, Китай не заинтересован в подлинном мире. Он заинтересован в том, чтобы усилить зависимость от себя своего младшего партнера России. Отличный вопрос. Чья аргументация в целом может Китайскую Народную Республику переубедить в необходимости мира на основе формулы мира Украины? В первую очередь необходимо апеллировать к международному праву, необходимо апеллировать также и к интересам того же Китая. Потому что российская агрессия имеет негативные последствия для мировой экономики. Она негативно влияет на цепи поставок, например. И на вообще развитие мировой экономики, на вопросы безопасности, продовольственной безопасности. Шантаж, ядерный шантаж Путина подрывает режим нераспространения ядерного оружия в мире. А Китай, как ядерное государство, должно быть заинтересовано в сохранении режима нераспространения ядерного оружия. То есть нам необходимо строить аргументацию, исходя из, скажем так, национальных и государственных интересов Китая. Еще один аспект. Мы сегодня с вами начали с обсуждения заявлений журналистов различного качества и масти. Есть также мнение, распространяя его издание «Настоящее время» проект «Радио Свобода», о том, что в Кремле якобы больше не верят в переговоры между Киевом и Москвой. И якобы тут важную роль сыграла Курская операция Вооруженных сил Украины, которая, не на шутку, испугала кремлевских небожителей и показала, что Украина может, скажем так, проводить такие операции на территории своего оппонента, скажем так. Тогда вот важный месседж. В Киеве верят ли в переговоры в целом? Вот любая война, даже иногда, которая кажется, что может без переговоров закончиться, все равно заканчивается за столом с подписыванием документов и прочим. Дело в том, что, как показывает история, войны не всегда заканчиваются переговорами. Они могут продолжаться в той или иной, так сказать, стадии с тем или иным напряжением. Для того, чтобы садиться за стол переговорам, надо быть уверенным в том, что контрагентским вы ведете переговоры, он ведет их, во-первых, добросовестно. То есть он стремится к достижению результата, а не к тому, чтобы использовать переговоры для того, чтобы усилить свои вооруженные силы и продолжить агрессию. Во-вторых, необходимо быть уверенным в том, что если будет достигнут какой-то результат, какое-то соглашение, оно будет выполняться контрагентом. В данном случае Путин как раз многократно продемонстрировал то, что он является абсолютно недоговороспособным политиком. Он нарушил все договоры, соглашения, которые обеспечивали суверенитет и безопасность Украины. То есть доверять ему абсолютно нельзя. То есть возникают вопросы, есть ли вообще смысл садиться с таким политиком, человеком, который не будет выполнять достигнутые соглашения и который использует переговоры для достижения своих разрушительных политических целей. И еще один аспект. Напомню нашим зрителям с начала 12 октября на заседании в формате Рамштайн президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщили в Белом доме. Лидеры рассмотрят ход консультации, скоординируют действия международных партнеров по оказанию дополнительной помощи Украине. Кроме того, Джо Байден будет председательствовать вообще на заседании в формате Рамштайн, чтобы лично скоординировать усилия более чем 50 государств, которые поддерживают Украину, сообщили в Белом доме. Это вот в контексте того плана, который есть у Украины, который Украина придерживается, плана победы, скажем так. Мы не будем сейчас гадать на кофейной гуще, наверное, согласятся ли союзники Украины на дальнобойность по территории Российской Федерации. Но важно заметить, Александр, как Украина готовится к этому заседанию в контексте необходимости проведения дальнейших ударов в целом, в контексте вот этой аргументации, о которой мы сегодня с вами говорили, прежде всего для наших союзников, прежде всего, наверное, для США. Безусловно, Украина готовится. Каждый раз, когда происходят встречи в рамках формата Рамштайн, мы к этому готовимся. В данном случае речь идет о плане победы, который уже был представлен и президенту Соединенных Штатов, и кандидатам в президенты. Это очень важно. Сейчас идет обсуждение деталей этого плана. Мы на сегодняшний день пока еще не знаем всех деталей. Мы знаем только основные, ключевые элементы. В частности, элемент, связанный с необходимостью обеспечения такой гарантии безопасности Украины, как вступление в НАТО. И вот, судя по прессе, появились некоторые пока еще намеки на то, что ситуация может развиваться в позитивном отношении. Я имею в виду начало процесса приглашения Украины вступить в НАТО. Посмотрим. Я думаю, что это будет обсуждаться, будет тема обсуждения в рамках формата Рамштайн. Ну и остаются военно-технические потребности Украины, связанные с обеспечением безопасности ПВО, связанные с тем, чтобы снять какие-либо запреты на использование оружия дальнего радиуса действия на территории государства-агрессора. То есть все это по-прежнему остается. Александр, спасибо вам за анализ и участие в нашем эфире. Всегда вам рады в нашем эфире на Freedom. Напомню, Александр Мерешко был с нами на связи, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.